Вы без сомнения слышали о Генри Ле Лукасе, одноглазом бродяге, который скитался по штату, жестоко убивая женщин. Вы знаете о Кеннеди Макдафе, хулигане из маленького городка, которого дважды отправляли в камеру смертников за жестокие убийства. Вы, наверное, что-то читали или смотрели об Анхеле Рисендисе, мексиканском бродяге, который ездил на товарных поездах, спрыгивая в разных городах, чтобы забить ничего не подозревающих жертв до смерти. И вот в этот пантеон теханских монстров входит медсестра Вики. Убийцы среди медиков кажутся нам особенно отвратительными, потому что они дали торжественную клятву делать все, что в их силах, чтобы не причинить вреда. И тем не менее, злоупотребляют доверием людей, которые оказываются в больнице в уязвимом положении. Это история о том, как в одном крошечном американском городке больнице стала ареной кошмара и превратила для жителей зиму с ее рождественскими праздниками в мертвый сезон. С детства Вики Дон Джексон хотела стать такой же, как Флоренс Найтингейл, знаменитая сестра милосердия. Вики заботилась о своих пациентах и заслужила похвалу руководителей. До того дня, когда сорвалась и начала убивать своих подопечных, среди которых были знакомые и соседи. С 11 декабря 2000 года по 18 февраля 2001 года, по данным правоохранительных органов, Вики Дон Джексон убила 10 пациентов в больнице общего профиля Наконы, скорее всего, убила еще 10 и попыталась убить пятерых. В маленькую больницу на 45 коек умершие пациенты возрастом от 62 до 100 лет были госпитализированы по поводу легких недомоганий, таких как язвы на ногах, а также диареи или слабоумие. Их жизнь ничего не угрожала. Ничего, кроме медсестры Вики. Для убийства Вики выбрала препарат Милокрон или Милокури и Ахлорид, который используется врачами для кратковременного паралича дыхательной системы пациента, чтобы можно было вставить кислородную трубку в трахею. Как только кислород начинает поступать, действие препарата быстро проходит. Но если дозировка достаточно высока, а трубка не подает кислород в легкие, то препарат становится причиной смерти. В отличие от других медсестер, которые их поймали на расправе с пациентами, Вики не была убийцей из милосердия. Она не нацеливалась на тех, кто был незачемо болен или страдал от сильной боли. Да и можно ли назвать милосердным способом умирать в течение пяти минут, а то и дольше не в силах сделать вдох, будучи при этом в полном сознании? Сложно даже представить, какой ужас и мучение испытывали ее жертвы перед смертью. Она также не была одной из тех мационально неуравновешенных медсестер, которые так отчаянно пытаются добиться одобрения коллег, что подвергает пациентов медицинским травмам. Что позже их можно было заставить героически оживляющими умирающего. «Она никого не пыталась спасти», — сказал следователь окружной прокуратуры округа Монтегью. «Она просто хотела, чтобы люди умерли. Много людей». Что было еще более странным, почти все жертвы Вики были горожанами, которых она знала. От пожилых жителей, о которых она впервые заботилась много лет назад в доме престарелых, соседей, живших всего в нескольких кварталах от нее, до родителей ее друзей, которых она знала с тех пор, как была подростком. Однажды ночью она ввела мевакрон стройной сексуальной женщине своего возраста, которая часто посещала ночной клуб в стиле кантри-вестерн, куда ходила и Вики. А другую ночью она ввела препарат девочке-подростку в очках, которая ходила в школу с ее детьми. Вики даже использовала мевакрон, чтобы убить дедушку, собственного мужа. Затем, прямо как в сцене одного из фильмов о жизни маленького американского южного городка, она присутствовала на похоронах убитого ею дедушки, прихватив с собой картофельный салат для приема. «Мне очень-очень жаль», — говорила Вики членом семьи, похлопывая их по спине и сочувственно качая головой. «Если что-нибудь, что я могу сделать для вас в эту трудную минуту». Официально мотивы Вики Дон Джексон власти не назвали. Возможно, ее история даст подсказки. Почти все в городке Анакона, где всего два светофора, знали Вики Дон Джексон милую медсестру с мягким голосом, которая работала сначала в доме престарелых, а затем по ночам в больнице общего профиля Анаконы. Вики была медсестрой или помощницей медсестры с тех пор, как училась в младших классах средней школы. На протяжении многих лет она купала жителей городка, кормила их, вставляла им катетеры, давала лекарства, перевязывала раны и сидела у кровати, держа их за руку, когда те страдали от боли. У нее было 25 униформ медсестры, и все они висели на плечиках в шкафу в спальне ее дома, расположенного в захудалой части города на улице Генриетты. Когда она ходила в местную закусочную Дерри Квинн, за пару часов до начала своей смены, она всегда была одета в одну из этих униформ. Ее волосы, которые она сама красила у кухонной раковины в пепельный блонд, были аккуратно расчесаны и собраны в небольшой узел на макушке. Вики считала, что мисси-сестра никогда не должна позволять своим волосам мешать работе. И еще она думала, что пациентам нравятся медсестры, от которых хорошо пахнет, и наносила на шею несколько капель духов Чарли, которые покупала на распродаже у Walmart. «Всем привет!» – вежливо говорила Вике девочкам-подросткам, работающим за прилавком. Обычно она заказывала корзинку с тако. Два тако, луковые кольца и небольшой салат. И, проходя через главный обеденный зал, застенчиво улыбалась клиентам, которые когда-то были ее пациентами. Она ела в одиночестве в одной из задних кабинок, а когда заканчивала, тщательно вытирала салфеткой крошки со стола, брасывала мусор, выходила на улицу к своему бежевому четырехдверному бьюику и совершала четырехминутную поездку до центральной больницы Наконы, одноэтажного кирпичного здания на юго-западе части города, где мощеные улицы уступают место холмистым пастбищам с лютиками и черноглазыми жуками. Врачи в основном здесь балуются гириатрией, сложные дела обычно отправляют в Уичта-Фоллс. Центральная больница Наконы – одна из самых маленьких больниц в штате. Обычно там находилось не более 15 пациентов, разбросанных по 18 палатам в одном коридоре. В начале своей смены Вики считала обязательным посещать всех пациентов, представляясь медсестрой Вики, говоря им, что если им что-нибудь понадобится, что угодно, они могут просто дать ей знать. Она регулярно проверяла их по ночам, а в перерывах часто читала учебник по сестринскому уходу. По общему мнению, она была профессионалом, преданным своему делу. Она получала комплименты, как заботливый человек, говорила заведующее отделением медсестер больницы. Она делала все, о чем ее просили, добавляла другая медсестра, работавшая с ней, и никогда не выглядела расстроенной из-за того, что ей приходилось делать. Однако 11 декабря 2000 года Вики, которая тогда была 34, решила немного изменить свой рабочий распорядок. Она наполнила шприц мелоксантом мивокрон и начала прогуливаться взад и вперед по коридору в поисках пациента, которого можно убить. Накона с населением 3200 человек расположена в крае крупного рогатого скота к югу от границы с Оклахомой. Люди часто используют слово «невзрачный», чтобы описать его. «Чертовски невзрачный», говорят сами жители. Вики родилась 13 февраля 1966 года и приехала в Накону со своей семьей из Индианы в начале 80-х, когда ей было 15 лет. Они переехали, чтобы младший брат Вики, страдающий астмой, мог жить в более сухом климате. Они купили ветхий каркасный дом на улице Генриетты в восточной части города. Отец Вики работал автомехаником, а мать работала поваром в две смены в доме престарелых Наконы. Чтобы помочь своим родителям сводить концы с концами, Вики также устроилась на работу в дом престарелых, подрабатывая после школы в прачешной. На первом курсе ее повысили до помощника медсестры. Она одевала и раздевала больных, опорожняла им судно, оставила им клизмы, купала их и переворачивала в кроватях, чтобы у них не было пролежней. Некоторые пациенты, страдающие деменцией, либо разъяренные тем, что их семьи отправили их в дом престарелых, часто вели себя агрессивно. Царапали ее, кусали зубными протезами и плевались. Но Вики не была похожа на других девушек, которые пришли сюда только для того, чтобы получить зарплату, сказала медсестра, работавшая с ней в те годы. Она всегда была добра к пациентам. Я всегда мечтала стать медсестрой, говорила сама Вики. С тех пор, как я увидела, как умерла моя прабабушка, когда я была маленькой девочкой, я подумала, я хочу посвятить свою жизнь помощи людям. Я прочитала в библиотеке книгу о Флоренс Найтингейл и сказала, вот кем хочу я стать. Поразительно, но по версии следствия, она была именно такой девушкой. В подростковом возрасте она не нарушала никаких законов. Она была классической, тихоней, скромной и непритязательной молодой женщиной. Не то, чтобы Вики не пыталась быть замеченной. Иногда по выходным вечером она приходила домой из дома пристарелых, переодевалась в джинсы и майку и появлялась на автомойке рядом с Дерри Квинн, где тусовались старшеклассники. «Я помню, она какое-то время стояла там», вспоминала Николь Атебари, у которой Вики убила родственницу. «Но я не помню, чтобы она садилась в чью-то машину и укаталась по трассе, как все остальные. Может быть, ее просто никто не приглашал». Однажды днем, когда она училась на первом курсе в игровой комнате на коны, куда одинокая Вики иногда ходила поиграть к мисс Пакман, к ней подошел строитель. Его звали Джонни Маклаффлин, и он сказал ей, что она милая. Несколько недель спустя она убедила своих родителей, что по-настоящему влюблена, и они же Джонни, который был на пять лет старше, поженились. Неудивительно, что через год они развелись. «О, это было просто подростковое влечение. Наверное, я вышла за него замуж, потому что он был одним из первых мальчиков, обративших на меня внимание. Но потом он сказал мне, что все еще не мог забыть о другой девушке, которую любил», призналась Вике. Что она чувствовала? Боль? Предательство? И Вике вернулась в дом своих родителей, окончила среднюю школу в мае 84-го и стала работать полный рабочий день в доме престарелых. Она хотела скопить достаточно денег, чтобы поступить в ближайший колледж, чтобы стать профессиональной, лицензированной медсестрой. Но через полгода она забеременела. Лерой Карсон, молодой мужчина из знакома, работавший на себя механиком, как ее отец, уделял ей долю внимания. «Лерой сказал мне, что любит меня», сказала позже Вике, подводя итог их знакомству. И я ему поверила. Они поженились в мае 1985-го и переехали в крошечный дом прямо через дорогу от ее родителей. После рождения сына Кертиса она быстро снова забеременела и в 86-м родила дочь Дженнифер. Через год она начала ходить в школу миссис Тер на полставки. И тут у Вики началась самая настоящая суматошная жизнь. Она растила двоих детей, готовила еду, убиралась в доме, училась в колледже, днем меняла детям подгузники, а в ночную смену работала в доме престарелых. Забот стало еще больше, когда ее родители, которые заботились о Кертисе и Дженнифер, когда она была на работе, вернулись в Индиану, чтобы ухаживать за ее умирающим дедушкой. Вики зажгла свечу с обоих концов, сказала одна из ее подруг в то время, Нэнси Бернетт, чей отец также был убит Вики. Она так много работала, что не могла уснуть. Многие из нас говорили Вике, что ей нужно притормозить, но она не слушала. Она продолжала говорить, что может все. Вики жаловалась мужу, что занятия в колледже были сложными, но упорно хотела стать профессиональной, лицензированной медсестрой. В 1989 году Вики исполнила свою мечту, и администраторы дома пристрелых на коны повысили ее до старшей медсестры ночной смены. Она была настолько предана своей работе, что иногда брала с собой детей, чтобы те дарили свои карандашные рисунки пациентам, которые рисовали дома. Ей нравилось иметь под рукой экземпляры правдивой истории, журналы о романах, которые она покупала каждый месяц в продуктовом магазине, и поздно вечером она читала некоторым своим пациенткам, статье о женщинах, встречающих мужчин своей мечты и живущих в домах с белыми заборчиками. Вики мечтала, чтобы ее собственный брак хоть чем-то походил на романтику из правдивой истории, но, по словам Лероя, дома она ворчала и кричала на мужа и детей. Она грубо разговаривала с детьми, в том числе нецензурно обронилась и имела дурную привычку давать им пощечины, рассказывал Лерой. Однажды она пришла домой с работы в слезах, потому что умер пациент, но с мужем Вики почти не обсуждала свою работу. Проблемы у браки нарастали, как снежный ком, и Вики попыталась спасти ситуацию. Она сделала прическу в одном из лучших салонов красоты, а потом проехала с 48 миль до Уитчета Фолтс, чтобы сфотографироваться в фотосалоне. Для фотосессии на ней был золотой жакет из ламе и большие серьги, покрытые искусственными драгоценными камнями. Через несколько дней она подарила фото Лерою, но он не был впечатлен. В 1994 году Лерою съехал, а два года спустя супруги развелись. По словам Вики, Лерою сказал ей, что никогда бы не женился на ней, если бы она не забеременела. Он сказал мне, что я стала глупой, скучной, медсестрой, никому до меня нет дела, рассказывала Вики. Вики, однако, не отказалась от своей мечты о счастливом браке и доме с белым заборчиком. Она начала ходить по кварталу с гантелями в руках, пытаясь похудеть, чтобы мужчины не говорили, что она жирная. На вечера выходные она нанимала няню и вместе с одной из своих подруг, еще одной матерью-одиночкой, появлялась в танцевальном зале кантри-музыки недалеко от Наконы под названием Третья Шпора. На ней были джинсы, ботинки и то, что она взвала короткий топ в стиле вестерн. Она сидела за одним из столиков возле бара и пила пинаколаду. Но Вики, невысокая и полноватая, по-видимому, производила мало впечатлений о нас завсегдатаев. Я не помню, чтобы видела ее, говорила потом Лиза Пелки, которая в то время была одной из самых популярных женщин в Третьей Шпоре, в основном из обтягивающего черного платья, которое она носила. Но эта самая Лиза Пелки заметила и навсегда запомнила Вики Джексон, когда та ввела ей Мерри Локсант и едва не убила. В мае 1997-го, проведя целый вечер в Третьей Шпоре, так ни с кем не заговорив, Вики решила, что она сейчас просто подойдет к мужчине, который в следующем войдет в дверь и пригласит его на танец. Этим человеком был Кирк Джексон. Ему был 31 год, рост 1,53 м, немного полноватый и слегка лысеющий. Они сели вместе и напились. Кирк выпил пиво, Вики выпила еще пиноколады, и когда Вики узнала, что Кирк работает помощником в доме престарелых в соседнем Сент-Джо, она мечтательно сказала, должно быть это судьба. 4 июля, через два месяца после знакомства, они провели свадебную церемонию в общественном парке у озера Наконы. Вики сделала ремонт в своем доме, купив новую водяную кровать, чтобы Кирку не приходилось спать на той же кровати, что и спал Лерой. Она купила такие же кресла, чтобы поставить их перед телевизором, и купила щенка Чихуахуа, которого в шутку назвала киллером. После того, как Кирк был нанят в больнице Наконы для работы в ночную смену в качестве помощника медсестры, Вики также устроилась туда в качестве ночной лицензированной медсестры, чтобы они вдвоем могли проводить больше времени вместе. Она начала посещать курсы в местном колледже, сказав своим детям, что ее цель стать зарегистрированной медсестрой, чтобы иметь больше обязанностей в больнице, зарабатывать больше денег и когда-нибудь купить дом получше. Дженнифер, дочь Вики, позже вспоминала о тех временах. Тогда она еще была полна оптимизма. Она верила, что ее жизнь наладится. Каждый день она надевала униформу медсестры, делала прическу и макияж, поворачивалась ко мне и к Кертису и использовала одну из этих фраз, которые почерпнула из своих книг по саморазвитию. «Этот день будет хорошим, я обещаю, у нас у всех будет хороший день». Но это было незадолго до того, как плохие дни вернулись. Кирк никогда не был женат и в выходные дни ему нравилось, когда друзья приходили к нему домой выпить и поиграть в карты. Часто это продолжалось до глубокой ночи и дети не могли уснуть. Она постоянно ему говорила, что он злоупотребляет алкоголем и о его роли мужа, а он злился и называл ее стервой. Говорил, «Ну нет, ты не будешь контролировать мою жизнь». Вики стала переживать, что муж бросит ее. Мать Кирка Анжела, которая также работала в больнице на посту медсестер, рассказывала, что ей не нравилось, как он флиртовал с более красивыми медсестрами. Иногда она там стояла одна в конце зала, стараясь не заплакать. Вики говорила Анжеле, «Я говорю тебе, Кирк меня не любит. Я точно это знаю». В конце 1999 года не в силах справиться с растущим напряжением между его мамой и Кирком, Кертис собрал вещи и переехал к своему отцу Лорою. Несколько месяцев спустя Дженнифер сделала то же самое. Вики потеряла опеку над детьми, которые жаловались отцу на жестокое обращение со стороны отчима. На Вике обрушился новый удар. После ссоры с мужем у нее случился выкидыш. Именно в это время Вики, возможно, в первый и единственный раз позвала на помощь. Она пошла к консультанту в общественный центр психического здоровья в соседнем городе Боуи. Надев форму медсестры, она не хотела опаздывать на работу, если ее сеанс затянется. Она садилась на стул и разговаривала. Согласно записям консультанта, Вики признают, что находилась в глубокой депрессии и чувствовала себя отверженной и нелюбимой. Она также сказала, что переживает перепады настроения, плаксивость, чередующаяся приступами раздражительности и ярости. Она не могла придумать, чем бы ей хотелось развлечься. Консультант без сомнения видела много таких женщин, как Вики, забитые жены из маленького городка, застрявшие с нерадивыми мужьями. Судя по всему, она не нашла заявления Вики такими уж тревожными. После второго сеанса, на котором Вике сказала, что беспокоится о том, что у Кирка роман, консультант просто порекомендовала Вике прочитать книгу «Прелюбодеяние. Простительный грех». Неудивительно, что сеансы с психотерапевтом у Вики длились недолго. Но Дженнифер, которая и тогда была 14, вскоре поняла, что с ее матерью что-то происходит. «Тогда я видела ее по выходным, она сидела на маленьких ступеньках перед нашей входной дверью, глядя в никуда или стояла у кухонной плиты, помешивая что-то в кастрюле, а ее мысли были далеко», говорила Дженнифер. Однажды, когда она стояла у плиты, она вдруг обернулась и пнула ногой Чхуахуа-киллера, чего никогда раньше не делала. Независимо от обстоятельств, Вики вела себя очень сдержанно. Случа с Чхуахуа и еще один, когда она повысила голос на пациента, были единственными, когда она позволила ярости выйти наружу. Затем последовал очередной визит Дженнифер к матери на выходные. Вики сказала, что посещала психолога. Вики рассказала, что у нее может быть биполярное расстройство. Дженнифер спросил маму, что это значит, и та ответила, «Это значит, что я могу убить тебя, и мне это сойдет с рук». Дженнифер, разумеется, не думала, что мама в прямом смысле говорила о ее убийстве. Она ведь была мамой. Но все же дочь поняла, что внутри Вики что-то рушится. И все следующие выходные, когда Дженнифер приезжала к матери, она начала класть с собой на ночь рядом с кроватью бейсбольную биту. Так, на всякий случай. Мало того, что дети бросили Вики, брак разваливался, ей пришлось выплачивать бывшему мужу деньги. После того, как Кертис и Дженнифер вернулись к Лерою, он обратился в суд, заявив, что теперь ему положены алименты. Судья согласился, приказав Вике платить ему 300 долларов в месяц. Позже Вики так прокомментировала, «О, со мной все было в порядке. Я не была настолько расстроена, что хотелось кого-нибудь убить. Я бы никогда никого не убила. Я медсестра. Моя обязанность заботиться о людях. И я искренне говорю, что убивать это то, на что я не способна». Медсестра с биполярным расстройством, которая считала, что с таким диагнозом убийство сойдет и с рук. Что могло пойти не так? Во времена учебы в средней школе Накона, Вики, которая не была популярна, обращала внимание на двух девушек, которые обладали всем тем, что ей было недоступно. Они занимались чирлидингом, купались во внимании и жили в районе, который более бедные жители Наконы называли Сноп Хилл. Однажды те две девушки из школы, уже женщины, пришли в больницу. У одной из них мать была пациенткой, и когда они стояли у кровати, она вошла, чтобы проверить капельницу. «Они так и не посмотрели в мою сторону», рассказывала она. «Я сменила мешок для капельницы и позаботилась о пациентке. Это мой долг. Им было бы так легко поздороваться или поблагодарить, но они смотрели сквозь нее». К 2000 году она провела почти два десятилетия, заботясь о жителе Наконы, работая для них до последней капли пота, взбивая их подушки, готовя лекарства, вмывая их работные массы и всегда желала им сладких снов перед сном. Когда пациентам приходило время покинуть больницу, она помогала им добраться до машины, затем стояла на стоянке, и махала рукой на прощание. Тем не менее, большинство ее пациентов и членов их семей были такими же, как эти черлидерши. Они смотрели сквозь нее. Действительно, когда впоследствии журналисты расспрашивали горожана Вики, они говорили, что хотя они и знали, кто она такая, но о ней знали очень мало. Для них она была просто медсестрой Вики, скромной, полноватой, тихоней с улицы Генриетты, которая пользовалась дешевыми духами. Возможно ли, что Вики в своем подавленном состоянии начала обижаться на этих людей? Неужели она начала размышлять о том, что у них такая хорошая жизнь в какой-то мере благодаря ее служению им, а у нее вообще нет жизни? И не поэтому ли 11 декабря 2000 года Вики набрала в шприц Мивакрон и вошла в комнату столетней вдовы по имени Донни Дженнингс, матриарха одной из выдающихся семей города? Дженнингс была известна как властная требовательная женщина, которая была недовольна, если ей не уделялась должного внимания. Вике она много жаловалась, плевала на нее, била рукой, если не получала того, что хотела. Но она мне очень понравилась, говорила о старушке Вики. Неужели? Может быть, Вике надоело иметь дело в сдовой Дженнингс, которая попала в больницу из-за запора и обезвоживания? Может быть, ей в равной степени надоели члены семьи Дженнингс, которые никогда не тратили время на то, чтобы сказать ей пару слов? Миссистра использовала капельницу Дженнингс, чтобы ввести Мивакрон. Препарат попал ее в руку и через несколько секунд вызвал у женщины проблемы с дыханием. Вскоре она посинела, из-за рта пошла пена. Старушка попыталась позвать на помощь, но из-за того, что ее парализованные легкие улыбнулась. Помощник медсестры нашел Дженнингс в час 45 ночи, хотя казалось странным, что она просто перестала дышать, когда ее в последний раз проверяли в полночь, ее жизненные показатели были нормальными, ее смерть не считалась примечательной из-за ее возраста. Вики, стоявшая у постами сестер, вышла вперед и сказала, что знает эту семью и позвонит им, чтобы сообщить новости. Но я ведь видела ее прошлой ночью, сказала Джувин Фостер, одна из дочерей Дженнингс, когда Вике позвонила. Мама улыбалась мне? О, Джувин, иногда жизнь бывает такой тяжелой, говорила Вике медом голоском. Я лично прекрасно знаю, как это может быть тяжело. Возможно, у Вики не было грандиозного плана по убийству своих пациентов. Просто после всех этих лет совершения актов милосердия было что-то непреодолимое в совершении акта мести. Может быть, в тот момент она не совсем сошла с ума, а только вышла из себя. В момент гнева она решила заткнуть вдову Дженнингс, и на это все должно было просто закончиться простым единичным эпизодом. Но, возможно, после того, как тело Дженнингс повезли, Вике охватило другое чувство. Она знала, что то, что она сделала, было неправильно, но теперь, когда все закончилось, это было, как бы сказать, воодушевляюще. На мгновение все ее тревоги и проблемы отошли на второй план, и пришло облегчение. Ранним утром 20 декабря она вошла в комнату 87-летнего фермера по имени Элджи Хадсон, который был госпитализирован со сломанной ногой. Она вытащила шприц и вела ему мевокурея хлорид. Менее чем через 20 минут она прошла в другой конец коридора и вела этот же препарат Сэнфреду Митчеллу, 62-летнему, вышедшему на пенсию руководителю электрокомпании, который был госпитализирован с циррозом печени. Затем она вернулась в комнату Хадсона, где вокруг его кровати собрались медсестры. Чана пыталась спасти его и сказала «Эй, кто-нибудь нужно проверить мистера Митчелла, он что-то неважно выглядит». Четыре дня спустя в канун Рождества она покончила с 50-летней Барбарой Атбори, которая попала в больницу из-за боли в спине, а позже в тот же день с 87-летним Бойдом Бернеттом, которого доставили в больницу, потому что он был дезориентирован. Вместо рождественских праздников родственникам пришлось организовывать похороны. Через пять дней после этого 29 декабря она убила 80-летнего Джеймса Гора, попавшего в больницу из-за того, что подавился едой. А всего через семь часов избавилась от 79-летней Герти Мэтьюс, которая была гиспатализирована из-за деменции и инфекции мочевыводящих путей. Пока медсестры пытались оживить Гора, а затем Мэтьюс, Вики стояла в глубине их палат и молча смотрела. Только в декабре семь пациентов в больнице Наконы умерли от остановки дыхания. И ни у кого из них не было в анамнезе серьезных респираторных заболеваний. Двое пациентов внезапно перестали дышать с разницей в несколько минут. Как могли врачи не заподозрить что-то странное? Тем не менее, один из немногих врачей, работающих в больнице, позже сказал, что он предполагал, что больницу просто преследовали неудачи. В другом заявлении генеральный директор больницы сказал, что не верил, что происходило что-то ненормальное, потому что все пациенты были пожилыми. Кроме того, по его словам, пожилые пациенты, как правило, чаще умирают в зимние месяцы. Невероятно, но врачи и администраторы даже не заподозрили, когда еще пять пациентов умерли после остановки дыхания в течение первых восьми дней января. На самом деле, администрация была настолько довольна тем, как идут дела, что сделала рекламу размером почти на целую страницу, которую разместили в местной газете «Новости на коны». На общем фото можно было увидеть всех медсестер и санитарок больницы. Звездное качество. Медсестры предлагают качественный сострадательный уход в больнице общего профиля на коны. Классила первая строка рекламы. А кого разместили на самом верху фото? Это была медсестра Вики. Приятно улыбающаяся, ее светлые волосы были стянуты сзади в небольшой пучок. К середине января Вики осмелела. Однажды ночью она вела мевакрон Джимми Рэйу Холдеру, когда его жена сидела рядом с ним. И совсем не повезло другой пациентке, 95-летней Оми Уайлер. В первый раз, когда Вики сделала ей инъекцию, другие медсестры обнаружили, что Уайлер все еще жива и смогли реанимировать ее. Четыре дня спустя Вики проскользнула в палату Уайлер и снова вела ей инъекцию, на этот раз убив старушку. Может быть, врачи не видели в смертях ничего подозрительного, но люди в городе определенно были озадачены. Редактор местной газеты сказал своей жене, что ему никогда прежде не приходилось публиковать так много некрологов. У него было до пяти или шести некрологов в неделю. Владелец одного из городских цветочных магазинов упомянула другу, что бизнес по продажам композиций скорбящим бьет все рекорды. И у директоров двух городских похоронных бюро, одно обслуживало в основном баптистов и методистов, другое всех остальных, был такой знаменательный год, что они задумались о покупке новых катафалков. Пожалуй, единственным бизнесом на коне, который пострадал от смертей, была закусочная Дерри Квинн, которая традиционно отправляла бумажные тарелки и стаканчики в дома умерших для приемов после похорон. Менеджер закусочной говорила, если эти умирания не прекратятся, они разорятся на бумажной продукции. В переломный двухтысячный год, когда общей шуткой был миллениум, мнимый сброс данных всех компьютеров, горожане шутили, что просто в этом году у людей убивает какой-то бак. То есть, даже в городе заметили необычное количество смертей зимой двухтысячного 2001 года, но никто ничего не предпринял. По правде говоря, несколько миссистер в больнице подозревали, что с этими смертями что-то неладное. Кое-кто в шутку начал называть ночную смену бригадой убийц. Одной миссистре показалось странным, что Вики была последним сотрудником, которого несколько пациентов видели перед смертью. Другая медсестра также сочла странным, что вместо того, чтобы звонить из палаты, Вики несколько раз неспешно подходила к сестринскому посту, чтобы небрежно сообщить, что заметила, что у пациента проблемы с дыханием. Одна из медсестер ночной смены заметила, что всякий раз, когда пациенты вели себя грубо или непослушно, глаза Вики выглядели стеклянными, как в тумане. Она направлялась к палатам, приговаривая, я позабочусь об этом или я разберусь. Там, где другие медсестры проявляли юмор и дружелюбие, справляясь с тяготами своей работы, Вики выглядела отрешенной. Возможно, если бы медсестры знали больше об отношениях Вики с некоторыми из умерших пациентов, они могли бы сложить два и два. Например, у Барбары Атбари и Бойда Бернетта были члены семьи, которые подшучивали над Вики, когда они вместе учились в средней школе. Сэнфорд Митчелл смотрел на ее грудь и называл ее сисястой медсестрой. Сын Элджи Хадсон, работающий врачом скорой помощи в той же больнице, подрабатывал священником в небольшой евангелической церкви. Периодически, когда они встречались где-нибудь на улице, он беспечно шутил, что все ее личные проблемы будут решены, если только она родится заново. Если бы они знали все это, медсестры могли бы быть гораздо более заинтересованы в очень странных событиях, произошедших в ночь на 11 января. Всего через 3 часа после того, как медсестра нашла мертвого больного пневмонией Джейти Николса, 82-летнего машиниста на пенсии, который на протяжении многих лет помогал некоторым молодым женщинам на коны, одалживая им деньги, другая медсестра нашла мертвого Джона Уильямса, 78-летнего владельца ранча на пенсии и нефтяника, который находился в больнице из-за язвы на ноге. Вики стояла прямо у входной двери больницы, ожидая появления семьи Уильямса. Один из первых прибыл Пэт, сын Уильямса, контролер по техническому обслуживанию завода по производству труб. В молодости Вики любила Пэта, который, как и ее братья, игнорировал ее. Когда она добралась до больницы, Вики подошла прямо к нему и сказала, «Пэт, мне очень, очень жаль твою утрату. Я знаю, что ты чувствуешь». Пэт позже вспоминал. Затем она рассказала мне, что вывела папу на улицу ранее этим вечером и дала ему выкурить сигарету и что папа сказал ей, что прожил хорошую жизнь и готов уйти. Я подумал, папа даже не был так болен. Почему он сказал это? Затем она отвела меня и моих братьев в комнату, чтобы увидеть папу. И я никогда не забуду эту сцену, пока живу. Вики даже не пыталась привести его в порядок или прикрыть. Его щеки и глаза ввалились, а рот был открыт, как будто он кричал. Он выглядел, как вурдалаки с фильма ужасов. Не самые приятные последние воспоминания о любимом отце. Однако ни одна из медсестер не смогла заставить поверить, что Вики каким-то образом причастна к убийству пациентов. А почему они ложны были? Это ведь была нежная, заботливая Вики. По словам начальника отделения медсестер больницы за весь 2000-й год больница не получила ни одной жалобы от пациента на Вики или ее навыки медсестры. Ни одной. Но потом, 30 января, начался настоящий ад. Той ночью Вики ввела хлоридмива курея в капельницу 82-летнему Орвелу Муру, дерзкому бывшему работнику ранчо, который примерно днем ранее приставал к Вике. Через несколько минут она прошла по коридору и вошла в комнату 14-летней девочки Лидии Уэзерит, которая находилась в больнице с аппендицитом. Лидия знала детей Вики. По слухам, недавно она отказала Кертису в свидании. «Здравствуй, Лидия», сказала Вике, введя хлоридмива курея в капельницу и успокоила девушку, что лекарство является более утоляющим. Вике вышла из комнаты и почти сразу Лидия сказала матери, сидевшей рядом с ней, что у нее болит грудь. Внезапно она не смогла говорить и начала расцарапывать себе горло. Мать Лидии начала кричать и врач, вызваный в больницу из-за остановки дыхания Мура, ворвался в палату Лидии с другими медсестрами и привел ее в чувство. Через день Вики пошла за новыми жертвами. Прямо перед сменой в 7 утра она ввела Мивакрун 46-летней женщине по имени Донна Курнад. Пока она была еще в сознании, Курнад смогла дотянуться до кнопки медсестры и прошептать «Я не могу дышать! У меня аллергия!» Когда врач и медсестры бежали в ее палату, один из сотрудников крикнул, что у другого пациента произошла остановка дыхания. Это была 35-летняя Лиза Пелки. Та самая Лиза Пелки, которая часто бывала в третьей шпоре. У нее была болезнь Крона и она попала в больницу с жалобами на боли в животе. Врач и медсестры подоспели к Пелке вовремя, чтобы интубировать ее до того, как произошло какое-либо повреждение головного мозга. Курнад, однако, так и не пришла в сознание и умерла через несколько недель. Через время Пелки полностью оправилась от покушения и переехала на северо-запад, где, как она позже сказала, бросила пить и начала регулярно ходить в церковь. «Мой способ поблагодарить Бога за то, что он не позволил мне быть убитой», говорила она. Фармацевт из больничной аптеки подошел к начальнику медицинской бригады и сообщил неутешительное наблюдение. Отсутствие неких препаратов в реанимационных наборах. И это были не болеутоляющие или снотворные препараты, которые могли бы пропасть. При подсчете оказалось, что 20 флаконов с препаратом мивокрон или мивокурия хлоридом исчезли. Конечно, все знали об действии, а в больнице произошло 4 остановки дыхания за 2 дня. Но что происходит? Изучив свои записи, администраторы больницы узнали, что Вики не только работала во время каждой остановки дыхания, но и часто была последним сотрудником, которого видели проверяющим умерших пациентов. Руководство больницы решали, что с ней делать. На тот момент у них не было законных оснований для ее увольнения, а репутация Вики была безупречна. Но непонятным образом никому не пришло в голову проследить за ней. И в это время Вике выпал шанс всей жизни отомстить мужу. Дед Кирка Эвери Джексон по прозвищу Проповедник, 91-летний бывший фермер, вращивающий хлопок, был госпитализирован из-за высокой температуры и фрегмоны. 4 февраля Вике медленно подошла к медпункту и тихим голосом сказала, что, по ее мнению, проповедник Джексон мертв. Затем она рассказала об этом Кирку, который вышел на улицу и заплакал. Двумя днями позже генеральный директор больницы встретился с молодым начальником городской полиции, чтобы поговорить о смертях и пропаже препарата. Начальник полиции позвонил техасским рейнджерам и ФБР, когда правоохранительные органы поняли, что у них нет ни малейших вещественных доказательств, доказывающих, что Вики убивала пациентов, они установили скрытую камеру, направленную на хранилище Мивакрона, надеясь, что смогут поймать Вики на краже нескольких флаконов. Чтобы Вики не узнала о расследовании, они также попросили администраторов больницы и врачей ничего не рассказывать о том, чем они занимаются. В результате жизнь пошла своим чередом. В середине февраля работники ночной смены даже устроили вечеринку по случаю дня рождения Вики и ее свекрови Анжелы. У них был общий ужин и торт, а Вики и Анжела получили свечи, лосьон для тела и плюшевых мишек. Вики стояла там, держа своего плюшевого мишку и говорила другим медсестрам. Спасибо вам всем. Спасибо всем. Вы все не представляете, что это значит для меня. Через пару дней после ее рождения один из самых известных жителей Наконы, 61-летний Данелли Рид, был госпитализирован с постполемиелитным синдромом. Он получил лечение, быстро почувствовал себя лучше и на следующий день его должны были выписать. Но эта ночь в больнице стала роковой. Ранним утром 17 февраля Вики появилась на посту медсестер и сказала «Вам лучше пойти проверить мистера Риды». Он фыркает как лошадь. Врач и другие медсестры смогли реанимировать Риды и когда они спросили что случилось он сказал что вошла светловолосая медсестра и ввела что-то ему в капельницу. Затем она улыбнулась и сказала «Могу ли я сделать что-нибудь еще для вас?» Прежде чем она вышла за дверь Рид понял что не может дышать. Через два дня после покушения на Рида сотрудники правоохранительных органов обнаружили шприц в мусорном баке дома Вики и Кирка. Позже тесты показали что он содержал следы хлорида мивокурия. Когда они допросили Кирка он сказал что понятия не имеет как туда попал шприц. Вики сказала то же самое. С серьезным выражением изображало потрясение убийством пациентов. Если кто-то нечестно играет услужливо добавила она я могла бы назвать несколько сотрудников которые могут быть причастны но пока не хочу указывать пальцем. На следующий день администраторы больницы уволили и Вики и Кирка. Хотя никто не верил что Кирк имел какое-либо отношение к убийствам руководство заявило что его уволили в интересах больницы. Насчет Вики директор больницы пояснил причину так «Моя теория заключается в том что раз полицейские следят за этой леди скоро мы все узнаем что же здесь происходило». Загадочные смерти в больнице общего профиля Наконы с уходом Вики прекратились. Вскоре единственная в городе закусочная Деррик Винс загудела новостью о том что Вики находится под следствием по делу об убийствах. «Мы все были сбиты с толку» сказал один из постоянных клиентов закусочной бывший ковбой Родео и работник ранчо. Многие люди приходили и говорили что она должно быть сорвалась как одна из тех женщин которых вы видите по телевизору которые внезапно превращаются из нормальных совершенно сумасшедших. Но я сам с трудом в это верю. Я всем говорил «Подождите, ребята может убиться кто-то другой». Удивительно но Вики не стала прятаться. Она осталась в доме на Генриетта Стрит и продолжала появляться в Деррик Вин чтобы заказать свою корзину стака. Когда она шла к своей задней кабинке то улыбалась ошеломаленным посетителем как всегда. Любому кто спрашивал она говорила что не имеет никакого отношения к убийствам. Однажды днем она даже столкнулась с Пэтом Уильямсом которого в последний раз видела в больнице в ночь когда она убила его отца. «Как дела, Пэт?» дружелюбно спросила Вики. «Так приятно тебя видеть». Уильямс потерял дар речи. «Уверяю вас если бы человек которого подозревают в убийстве моего папы подошел и поздоровался я бы вышвырнул его через зеркальное окно» рассказал он потом. Но это была Вики выглядевшая вполне пристойно и все такое. Он вернулся к своему грузовику на стоянке позвонил жене и сказал «Дорогая, боже, всемогущий, Вики со мной поздоровалась. Какого черта вообще происходит?» Никто не казался более сбитым с толку поворотом событий чем муж Вики Кирк. Хотя он признался своим полицейским и следователем что Вики была недовольна тем как сложился их брак. Он сказал что не может представить что она была настолько несчастна что захотела убивать людей. «Брак не может свести женщину с ума не так ли?» спросил он как-то у матери. В конце концов однако он собрал вещи и уехал из города сказав Вике что у него проблемы со сном. Судя по всему ему снились кошмары о том как жена протыкает его иглой. Как только он ушел вечером Вики с подругой вернулась в третью шпору в одном из своих коротких топов в стиле вестерн. На этот раз несколько ковбоев пригласили ее на танец. Может быть они танцевали с ней потому что красивая Лиза Пелки больше не была рядом. Или может быть они танцевали с Вики потому что хотели пощекотать нервишки и когда-нибудь рассказать внукам что танцевали с Ириной Убицей. Как бы то ни было Вике казалось что все это не имеет значения. Она улыбалась улыбалась той ночью уговорила ее подруга. Она действительно вела себя так как будто ей все равно. Возможно она улыбалась потому что действительно была невиновна или возможно совсем по другой причине. Впервые в жизни ее не игнорировали и не пренебрегали ее заметили. Прежде чем арестовать Вики за убийство полицейские следователи должны были доказать что пациенты были убиты. Это означало что они должны были получить постановление суда об эксгумации тел пациентов перенесших остановку дыхания а затем провести вскрытие чтобы определить содержат ли их тела хлорид миокурия. На самом деле как признавали адвокаты прокуроры и работники больницы миокрон идеальный препарат для убийства. Он вызывает легкий паралич всего тела и оставляет мало следов. Ни тебе борьбы психологических признаков. Специалисты редко могут однозначно сказать присутствовал в теле миокурия хлорид. Проводить вскрытие всех тел не стали и выбрали для этого несколько наиболее подходящих кандидатов. Пока проводились необходимые для этого бумажные процедуры длившиеся до июня 2001 года многие семьи уже наняли адвокатов чтобы подать в суд на больницу и ее врачей за халатность. Один человек который подал в суд жил прямо через дорогу от директора больницы где умер его отец. Они чуть не подрались после того как однажды он закричал директору через весь двор вы позволили бегать этой сумасшедшим сестре по вашей больнице и вы ничего не сделали чтобы остановить его. Директор плохо спал его мучили кошмары. Ему виделось что он капитан корабля вся палуба усеяна трупами. Лидия Уэзерит девочка подросток которая лежала в больнице с аппендицитом не только подала в суд но и написала статью для своего школьного курса английского о своем клиническом опыте. Позже она решила поступить в школу медсестер. После того что мне пришлось пройти я решила что нам нужны медсестры получше заявила она. В июне 2001 власти наконец изгумировали 10 тел. Пока агенты ФБР в Куантико проводили анализы эксгумированных останков которые могли затянуться на год Вики все еще вела себя так как будто она ничего не сделала плохого. Она даже дошла до того что устроилась на работу медсестрой в дом престарелых в Гейнселе к востоку от Наконы рассказав администраторам которые явно не проверяли рекомендации что ей нравится работать с пожилыми пациентами но ее уволили через несколько недель после того как администраторы заподозрили ее в попытке кражи лекарств. В конце концов после почти 18-месячного расследования в июле 2002 года Вики арестовали в продуктовом магазине в Бои где она устроилась на работу в кулинарный отдел готовя бутерброды потрясенный менеджер гастронома сказал местной газете они взяли не того человека она была так очаровательна и любила рассказывать забавные истории когда ее допрашивали агент ФБР Вики призналась что действительно ввела препарат одному пациенту но не того чтобы убить конечно нет она просто хотела его успокоить на вопрос агентов почему для успокоения она выбрала именно этот препарат Вики для репортеров по всему штату эта история оказалась слишком хорошей чтобы быть правдой вскоре они уже мчались в Накону надеясь разговорить Вики но она отказывалась от всех просьб об интервью в тюрьме округа Монтагью она проводила время за чтением выпусков правдивой истории и просмотром скорой помощи а также читала репортажи о своем деле в новостях Наконы где ее регулярно называли ангелом смерти надо сказать что эпитет ангел смерти появился в прессе не впервые в газетах и называет так убийц в белых халатах в тюрьме Вики подружилась с парой сокамерниц сказав им что она любящая медсестра которая никогда никому не причинит вреда но согласно показаниям под присягой которая одна из этих сокамерниц позже передала окруженному прокурору Вики была далеко не такой милой и доброй какой хотела казаться адвокат Вики отправил ей пакет с доказательствами которые будут использованы в суде в пакете были фотографии вскрытия всех эксгумированных тел сделанные судмедэкспертом сокамерница увидев фотографии сказала Вике как это должно быть ужасно для семей убитых Вики посмотрела на нее небрежно бросила да плевать на эти семьи жители Наконы до сих пор не могут объяснить почему такая тихая кроткая медсестра жена и мать никогда не проявлявшая жестокого поведения вдруг захотела посеять хаос в их городе клянусь вам это была милая девушка которая ни разу ни о ком не сказала ни одного плохого слова и это истина Божья простите за мой французский сказал один из старожилов Наконы она хорошо выглядела красиво одевалась и мило улыбалась имею ввиду очень мило серьезно как кто-то может быть таким милым днем а ночью убивать прошел год пока адвокаты готовились к суду затем еще один и так 6 лет в назначенную дату суда многие жители Наконы приготовились караваном отправиться в Сан-Анджело город на западе Техаса где должен был состояться суд надеясь что они наконец услышат полную историю о том что произошло и почему но незадолго до того как начался отбор присяжных Вики встала перед судей и тихо сказала ему что не желает испаривать обвинение в убийстве краем и смертной казнью в штате Техас есть только два возможных наказания за подобные тяжкие преступления смерть от смертельной инъекции пожизненное заключение наконец 5 октября 2006 года суд вынес приговор пожизненное заключение приговор вынесли автоматически потому что прокуратура не добивалась смертной казни Вики не выказала никаких эмоций а затем дважды тихо ответила да когда окруженный судья штата спросил отказывается ли она от своего права на апелляцию и довольна ли она своими адвокатами Вики не стала оспаривать решение суда хотя и не признала свою вину когда репортеры спросили адвоката Вики Брюса Мартина почему она отказалась оспаривать обвинение он сказал что Вики сказала ему что для нее важно чтобы присяжные не признали ее виновной в убийстве никогда для нее были важны две вещи никогда не признать себя виновной и не быть осужденной судом присяжных сказал адвокат этот факт спровоцировал новый раунд дебатов в закусочной городка мотивы убийств так и остались неразгаданными если Вики категорически отказывалась признавать себя виновной в убийстве почему она не стала оспаривать обвинение и добровольно согласилась на пожизненное заключение в тюрьме Если она настолько сошла с ума, так может ее следует править в психиатрическую лечебницу, а не в тюрьму. Судя по всему, никто не рассматривал возможность того, что Вики отказалась признать себя виновной, потому что просто не чувствовала большой вины за то, что сделала. А по словам ее адвоката, Вики решила согласиться с приговором, потому что ее взрослая дочь должна была дать показания против нее в качестве свидетеля. «У нее детское лицо, но внутри ад», — сказала журналистам о своей матери Дженнифер Карсон. «Я не знаю, она это или нет, но она вполне на это способна». И вот после вынесения приговора Вики согласилась на интервью с журналистом. Она читала в газетах, как освещается ее дело, и хотела, чтобы люди поняли, что хотя она и отказалась оспаривать приговор, это не означает, что она виновна. Все ее заявления сводились к одному — она не чудовище, и ей жаль все семьи, потерявшие близких. В 2006 году репортер Los Angeles Times приехал в тюрьму округа Монтагью, где Вики ждала перевода в тюрьму штата. Вошел в одну из комнат для допросов, в зоне для посетителей, и увидел ее за листом плексигласа. Ей было сорок лет. Выглядела она неважно. Ее волосы были тускло-каштановыми, с несколькими седыми прядями, и она набрала килограммов тринадцать с тех пор, как впервые попала в заголовки газет. «Вы хорошо добрались?» — спросила его Вики. «Я слышала, что был дождь, и беспокоилась, что вы можете попасть в аварию». Вики смахивала слезы. «Я была сострадательным человеком. Всю свою жизнь я пыталась быть хорошей. Кто-нибудь в наконе сказал мне это, что я делала все, что могла, чтобы быть хорошей медсестрой и хорошим человеком». Однако, несмотря на то, что Вики, Дон Джексон, не стала оспаривать решение суда в год вынесения приговора, команда защиты дважды пыталась добиться пересмотра дела. Эй, юные детективы! Благодарю за просмотр. Как всегда, поставьте этому ролику лайк, и напишите комментарий, что вы думаете по поводу этой медсестры. Также не забывайте, что у меня есть аудиокнижный канал под названием «Черный Вик», где вы можете прослушать аудиорассказы и аудиокниги. Ссылка будет в описании и где-то здесь сбоку. До встречи в следующих роликах «Юные детективы». Субтитры создавал DimaTorzok